Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов, где мы выполняем работы по реконструкции крыши. В данном видеоролике расскажу, какие работы мы провели, как мы, собственно, их выполнили. И также расскажу вам о материалах, которые мы применили на данном объекте. Выбор материала – это очень важный момент, когда проводится реконструкция крыши. Особенно, если мы с вами все работы проводим со стороны крыши. Данная технология позволяет сохранить какие-либо инженерные системы, нетронутые внутри дома. И, соответственно, сохранить банально даже отделку внутри дома, поскольку применяются специальные материалы, которые позволяют это выполнить со стороны кровли. Ну что ж, давайте покажу вам сначала материалы, а потом поднимемся на крышу и покажу детали наших работ. Ну что, друзья, про материалы. Для устройства пароизоляционного слоя мы выбрали вот такой вот материал. Называется он Delta Novaflex. Почему выбрали его? Данный материал позволяет выполнить устройство пароизоляции, обернув стропила. За счет, опять же, свойств материала. Так как у данного материала переменная паропроницаемость. Если будет какое-то увлажнение у нас на стропильной ноге, то вот этот материал за счет диффузии всю влагу выпустят. Это вот важный момент. Не стоит применять ни в коем случае классическую пароизоляцию или какие-то паростопоры. Чревато тем, что стропила могут со временем сгнить. А вот этот материал зарекомендовал себя очень хорошо. Ни одну реконструкцию мы уже с ним выполнили и полностью уверены в его качестве и в работе. Не менее важный также материал при реконструкции крыши. Это у нас подкроенный изоляционный слой. Диффузионная мембрана. На данном объекте, честно скажу, попробовали первый раз вот такой вот материал. Delta XXS. Strong Plus. Почему Plus? Потому что имеет две вот такие вот интегрированные клеевые полосы. Одна у нас интегрирована в верхнюю часть полотна, другая в нижнюю, с тыльной стороны. Что они позволяют сделать? Они позволяют обеспечить проклейку данных полотен между собой. Когда мы снимаем лайнер, да, и склеиваем, соответственно, два полотна с друг другом, вот эти вот клеевые слои ложатся друг на друга, получается очень такое вот качественное соединение. Покажу вам его непосредственно на кровле, как все это дело выглядит. Что еще из основных материалов? Ну, естественно, мультибенд для проклейки перехлёстов, в частности, на новофлексии и для устройства примыкания полотен в винду. Это тоже покажу на кровле. Delta Tan применяется для примыкания к каким-либо конструкциям. Ну, и в качестве уплотнительной ленты применяется Delta Shao Band. Друзья, нахожусь на крыше. Обещал вам показать устройство изоляционного слоя под кровельного. Под контур брус мы установили вот такую вот ленту уплотнительную Delta Shao Band. Сначала лента клеится непосредственно к самой мембране, далее прижимается бруском. Закрепили брус конструкционным саморезом. Шаг согласно требованию ИСП через каждые 35 см. Таким вот образом у нас лента исключает возможные протечки в местах крепления контур брус. И также перекрывает все скобы, которые у нас остались после механической фиксации непосредственно самой диффузионной мембраны. Есть у нас вот такие вот места, как хребты. Здесь уже и мансардные окна. Также есть яндовый, ее отдельно покажу. Где у нас полотна друг с другом соединяются, мы их полностью проклеим. С помощью ленты мультибенд. Здесь окна остались старые, они уже стояли, то есть их сохранили при реконструкции. Но выполнили к ним, соответственно, вот такой вот интересный узел. Здесь мы добавили теплоизоляцию. Вот видим, мягкий такой вот у нас есть утеплитель. Мы вложим по периметру окна. А здесь у нас идет уже основной теплоизоляционный слой крыши. Для чего мы здесь вот выполнили дополнительное устройство теплоизоляции, чтобы перекрыть мостик холода от оконной конструкции. Таким вот образом у нас окно будет более теплым. Мы также выполнили примыкание непосредственно ветрозащиты диффузионной мембраны на оконную конструкцию с помощью дельты мультибенд. И здесь же кусок вот этот завели у нас на основной гидроизоляционный слой, на основную диффузионную мембрану и проклеили с помощью ленты мультибенд. На данном объекте применяли камерные сушки древесину, струганную. Соответственно, у нее также вот в таких вот местах, чтобы сделать конструкцию воздуха непроницаемой, мы также используем мультибенд. Сверху окна у нас установлена вот такая вот планка антиконденсатная, капельник, как ее еще называют. Вся влага, если она будет у нас, она будет упираться в нее и таким вот образом будет обходить у нас оконный проем. Сейчас вам покажу ендову. Друзья, как выполняется у нас стык полотен. Вот такой вот перехлёст у нас имеется. Низ, соответственно, полотна. Вот это вот у нас верхнее полотно приходит. Сейчас вам покажу. Вот так вот здесь приподнимаю, да. Видим, уже пошла вот эта вот дорожка интегрированного клеевого слоя. Сверху пока ее нету. И вот выше уже у нас вот эти вот дорожки попали друг на друга. Мембрану отклеить практически нереально. В общем, получается плотное в этом месте соединение. Вот, делаю прям такой вот надрыв. Ну, можно только повредить саму мембрану. Клейки соединения действительно очень понравились. На этой мембране надежные и полноценные. Тем более так вот отдирать его здесь никто не будет. А в плане воздухонепроницаемости очень получается оно надежно. Ну и также водонепроницаемости в том числе. Вот такие вот работы в настоящее время мы выполнили. Предстоит еще доделать обрешетку. Ну и далее обязательно снимем видео и покажем вам, как будем выполнять работы по устройству самого кроельного покрытия. Применяться у нас здесь будет модульная черепица Аквасистем. Всем пока, до скорых встреч. Что касается устройства Яндовы. Сначала мы установили два вот таких вот бруска в районе Яндовы с расстоянием от центра по 15 сантиметров. Раз брусок, два брусок. Далее по бруску уже выполнили укладку пленки. Вот такой вот диффузионной мембраны. Таким вот образом мы выполнили устройство корытицем. Она у нас идет по всей длине Яндовы абсолютно цельная, без каких-либо перехлёстов. Вот здесь вот открытых мест крепления нет. Все абсолютно герметично. Далее, вот в таких вот местах, где уже будем крепить обрешетку, используем шаобенд в качестве уплотнительной ленты, дабы предотвратить протечку через места крепления. И как выполняем дальше устройство. Со скатов подводим уже полотна мембраны к нашей Яндове. И вот эти вот перехлёсты все проклеиваем также мультибендом. Что касается выравнивания. Как выполняем выравнивание? Здесь еще пока, видим, не подрезана, не доделана обрешетка. Как выравниваем? Применяем вот такой вот дистанционный саморез и два самореза с полной резьбой. Дистанционный саморез нам позволяет в тех местах, где необходимо приподнять доску от контур-бруса, насколько это необходимо. И вот эти вот два самореза обеспечивают дополнительную фиксацию доски по краям. Таким вот образом она надежно зафиксирована. Их каких-либо качаний у неё, собственно, нет. Вот, сейчас покажу одно место. Вот здесь вот, видим, доску выравнивали и приподняли её с помощью дистанционного самореза. Вот эти вот ещё пока не притопили. Так, как находимся в процессе выполнения работы. Вот таким вот способом осуществляется регулировка обрешетки и выравнивается крыша. В том числе и все диагонали и потлоскости. Вот такие вот работы в настоящее время мы провели. Скоро приступим непосредственно к монтажу самого крольного покрытия. Будет у нас здесь применяться модульная черепица. О ней уже снимем отдельное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok